Микрофон Всем доброго времени суток! Вы на канале Atlantic Bay и слушайте очередной выпуск нашей передачи «Авторская песня с Юджином». Сегодня мы поговорим немного об истории авторской бардовской песни и о тех, кто стояли у истоков этого музыкального жанра. Также вы познакомитесь с автором многочисленных песен и исполнителем Алексеем Усманским, который специально для нашей передачи прислал свою автобиографию и сборник своих произведений. Но как уже стало привычным в нашей передаче, давайте прежде послушаем, что хочет сказать своим поклонникам Владимир Высоцкий в своей песне «Песня микрофона». Я пишу песни иногда от имени неодушевленных предметов, потому что они сами не разговаривают, а я чего хочу, то от их имени пишу. Поэтому вот я сейчас хочу вам спеть песни от имени микрофона. Вот этого микрофона, который стоит передо мной. Он же очень много слышал, много знает, поэтому ему есть что рассказать. Я глух от удара в ладони, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал под рожателем птиц. Сквозь меня многократно просеясь, чистый звук в ваши уши летел. Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь, для кого я все муки стерпел. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, 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 усиливал. На низах его голос утробен, на верхах он подобен нашу. Он покажет, на что он способен, но и я кое-что покажу. Он поет, задыхаясь с натугой, он устал, как солдат на плацу. Я тянусь своей шеей упругой к золотому от пота лицу. Сколько лет меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Только вдруг, человече, опомнись, что поешь, отдохни, ты устал. Это патока, сладкая повесть. Зал, скажи, чтобы он перестал. Все напрасно, чудес не бывает. Я качаюсь, я еле стою, он по льзамам мне горечь вливает. В микрофонную глотку мою. Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину. На пиле один играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. В чем угодно, меня обвините, только против себя не пойдешь. По профессии я усилитель. Я страдал, но усиливал ложь. Застонал я, динамики взвыли. Он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили. Заменили меня на другой, тот другой. Он все стерпит и примет. Он навинчен на шею мою. Часто нас заменяют другими, Чтобы мы не мешали вранью. Мы в чехле очень тесно лежали. Я штатив и другой микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, Как он рад был, что я заменен. И, как и обещал, немного окунемся в историю развития авторской бардовской песни. В России предшественниками авторской песни Можно считать городской романс и песен и миниатюр Александра Вертинского. Основу жанра поначалу составляли студенческие и туристические песни, Отличавшиеся от официальных, Ну, то есть распространявшихся по государственным каналам доминирующей личностной интонацией, А также живым и неформальным подходом к теме. Отдельные произведения жанра появились еще в 30-х годах, Сочиненные Павлом Коганом и Лепским. Романтические песни, Самой известной из которых стала Бригантина и Ранние песни Анчарова. Насколько мне известно, Скажем так, Анчаров был Тем, Благодаря которому Развился Высоцкий. Вот, то есть если для большинства современных исполнителей Высоцкий был, Как это сказать, Таким Примером для подражания, То, насколько я знаю, Для Высоцкого это был Анчаров. И действительно у Анчарова вот этот вот стиль Песен Вот, Немножко похож, То есть у Высоцкого похож немножко на Анчарова. Есть что-то общее. Вот. В довоенной Москве стали популярны песни Геолога Николая Власова, Положившего начало туристической песни. Студенческая прощальная, Может кто-то помнит, Ты уедешь к северным оленям, В дальний Туркестан уеду я. И другие. Особая судьба сложилась у песен Евгения Аграновича, Который начал их сочинять в 1938 году. Песни этого поколения были малоотличимы От звучавших по официальным каналам И часто писались Перетекстовкой уже известной мелодии. Например, классикой туристической авторской песни Считается Баксанская песня, Написанная воинами-альпинистами Зимой 1943 года На мелодию известного танго Бориса Терентьева Пусть дни проходят. Ну вот, символ блокадного Ленинграда Волховская застольная На мелодию песни Наш тост Чаще всего, хотя и не всегда, Исполнители песен жанра авторской песни Являются одновременно авторами И стихов, и музыки. Это то, что мы говорили еще В наших первых передачах. В начале 50-х годов Мощный пласт авторской песни Появился в студенческой среде На биологическом факультете МГУ Известнейшими авторами этой плеяды Стали Ген Шанген-Березовский Сухарев, Розанова И в педагогическом институте имени Ленина Юрий Висбор, Юлий Ким, Ада Якушева Позднее, в 60-х, 80-х годах Классиками жанра стали, конечно Владимир Высоцкий, Александр Галич Юрий Кукин Городницкий, Токарев Новиков Долина, Митяев Никитины Дольский, Клячкин Эти имена, конечно, на слуху Эти имена известны Ну, как бы широкой публике Ну, 80-х, 90-х К ним добавились Кучин, Круг, Михаил Круг Розенбаум, конечно Виктор Третьяков, Михаил Щербаков Любовь Захарченко Творческий дуэт Александр Алексея Ивашенко и Георгия Васильева Песни собственного сочинения В том числе всенародно известны Писали и чистые поэты Например, Валентин Берестов Глеб Горбовский Когда качаются фонарики ночные У павильона пивоводы Ах, вы груди и другие Виктор Соснора Летел литейный В сторону вокзала Авторская песня была Одной из форм самовыражения Шестидесятников Ну, романтический этап Лидером которого Стала Куджава Продолжался примерно До середины 60-х годов Особняком, однако, стояли Горькие сатирические песни Галича, которые уже в начале 60-х Старательский вальсок Спрашиваете мальчики За семью заборами Красный треугольник и другие Обратился к резкой критике Существующего строя С неслыханной для того времени Смелостью и откровенностью В середине 60-х годов Керанической и позднее К откровенно-сатирической трактовке Обратился и Юлий Ким Разговор двух стукачей Два подражания Галичу Мы о Марксе твердим И о Ленине Моя матушка Россия и другие Ну, песни, которые были посвящены Прямо советским диссидентам Эстетика песни Протеста была продолжена Ну, естественно, Владимиром Высоцким Он расширил интонационные приемы Так, его интонационная находка Распевание согласных И лексику песни Включив в нее обширный пласт Сниженной лексики Важное место в творчестве В творчестве многих бардов Занимала тема Великой Отечественной войны Ну, это само собой разумеюще При этом, в отличие от героического пафоса Песен официальной культуры В авторской песне На первое место выходил Человеческий аспект войны Причиненные ею страдания Ее античеловечность До свидания, мальчики Акуджавы Баллада о Вечном огне Галича Так случилось Мужчины ушли Высоцкого И многие другие песни Видя силу воздействия Такой авторской песни Власти перешли к ее преследованию Перед поэтами и певцами Наглухо закрылись двери концертных организаций В 1981 году После 25-го московского слета КСП По линии ВЦСПС Было разослано в регионы письмо Запрещающее предоставление Любых площадок Для сценических выступлений Киму Мерзояну Качеву Издательств Радио и телестудий Их изгоняли из творческих союзов Выталкивали в эмиграцию Галич Всячески поносили в печати И так далее Власти попытались Овладеть изнутри Авторской песни Взяв под крышу Комсомола Стихийно возникавшие Повсюду клубы Самодеятельной песни Первоначально студенческой КСП Но это удавалось им не слишком хорошо Повзрослевшие БАДы Основатели жанра Продолжали разрабатывать Лирическую линию Но в ней Все отчетливее звучала Ностальгия По прошлому Горечь потери Предательств Стремление сохранить себя Свои идеалы Редеющий дружеский круг Тревога перед будущим Настроения Суммированные в чеканной строчке Акуджавы Возьмемся за руки друзья Чтобы не пропасть поодиночке Эта лирика Романтическая линия Была продолжена В творчестве Никитина Дольского Долиной А также Барт Рокеров Макаревич Гребенщиков Холкин С начала 90-х Годов Развитие авторской песни Перешло в спокойное русло Растет число Поющих поэтов И их исполнительское мастерство Количество их Профессиональных организаций Концертов Фестивалей Продаваемых кассет И дисков Оформляется даже Своеобразная Классика авторской песни Популярные альбомы Песни нашего века Появляются посвященные Авторской песне Передачи на радио Телевидении Например Кочетков Организовал И вел передачу Об авторской песне Домашний концерт На телеканале РЕН ТВ С декабря 95-го года На коммерческом телеканале Телеэкспо Он вел в прямом эфире Песенную передачу С участием бардов Гнездо глухаря Проект выросший Впоследствии В известной Московской Барт-кафе С тем же названием Образуются Театры авторской песни В Москве Перекресток Художественный руководитель Виктор Луферов В Санкт-Петербурге Музыкально-поэтический Барт-театр Питерский шансон Художественный руководитель Леонид Коронов Концерт авторской песни Интервью с авторами-исполнителями Периодически транслирует Телеканал Культура И на радио Эхо Москвы Существует еженедельный концерт Авторской песни По заявкам Который ведет Нателла Болтянская Наиболее известными Авторами 2000-х годов Считаются Тимур Шауф Александр Щербина Григорий Донской Олег Медведев Ольга Чикина Для широкого круга Любителей Бардовской песни В 2001 году В поселке Листвянка Иркутской области Актером Евгением Кравклем И его друзьями Был достроен И открыт театр Авторской песни На Байкале Бардом Десятником Называет себя Семен Слепаков С 2010 года Исполняющий Написанный Бардовской традиции Умористические Сатирические песни На пересечении Авторской песни И фолк-музыки В конце 80-х В начале 90-х Годов Сформировалось Движение Министрали Связанное С поклонниками Ролевых игр И исторической Реконструкции Его представители Тем Гринхилл Йовен Канцлер Ги Айре Исаруман Элхе Ненах Илет Лора Бочарова И другие Исполняют Акустические песни С собственного сочинения Часто На средневековую Либо фэнтезийную Тематику Традиционная тематика Ставшая Классикой Министрельской Песней Произведения Толкиена Ну Так Еще Что можно добавить Авторская песня Не является Феноменом Лишь русской Культуры Это явление Возникло В 60-е годы Одновременно В разных странах От себя Я бы хотел Сказать Мне Например Очень нравится Блюз И Я чувствую Что Я когда слушаю Блюз Казалось бы Это немножко Другая музыка Другой тип Музыки Но тем не менее Настроение Блюза Очень Очень Похожи Схожи С Песнями С авторской песней С бардовскими песнями То есть Это песни Которые рассказывают О судьбе человека Об историях Каких-то Как я уже говорил Для меня Авторская песня Это истории Какие-то Личностные переживания Положенные На музыку Вот это Вот то Что На мое На мое Мнение Давайте Наверное Теперь поговорим О главном Герое нашей Передачи Леша Усманском Хотелось бы Подчеркнуть Что в составлении Выпусков Мне очень Помогает Форум Авторской песни Музыкальный Погребок у Петровича Который Присылает информацию О бесполнителях Их любительские Альбомы Отдельные записи Кроме этого Администраторы Форума Связываются Напрямую С исполнителями Чтобы получить От них Необходимую Информацию Для нашей Программы И на этот раз Они связались С Алексеем Который Специально Для нашего Эфира Написал И прислал Свою Автобиографию Итак Краткая Биография Алексея Усманский Администра произведений, которые называются «Листья пожелтевшие». Листья пожелтевшие, поблёгшие Падают кружаться за окном Мы с тобой, любимая, хорошая Утопаем в счастье земном Как люблю глаза твои печаленные В них порой застывшую слезу А света капли падают хрусталенные На листву лежащую внизу Листья, ветром сорванные света Мокрые, улетающие в дам Листья, вы с прощальным приветом Унесите прочь мою печаль А тоска глухая полуночница Душу разрывает в час ночной Поверишь, мне сегодня жить так хочется Потому что ты была со мной Всё, что я в душе своей вынашивал Всё делил, любимая, с тобой А листья, наша жизнь, так схожа с вашею В воздухе летящей листой Листья, ветром сорванные света Листья, вы с прощальным приветом Унесите прочь мою печаль И ещё одна лирическая песня Лёши Усманского Давайте послушаем Называется она Затерялся месяц во мгле Южик сад холода ночи Затерялся месяц во мгле И никто не сможет помочь Отыскать тебя в тишине Писем от меня ты не жди Почтальон к тебе не придёт За окном дожди, дожди За окном лишь ветер поёт Писем от меня ты не жди Почтальон к тебе не придёт За окном дожди, дожди За окном лишь ветер поёт Попадают листья с берёз Падают охапкой ног Ничего тебе, кроме слёз В жизни принести я не смог Лучше уходи Позабудь Позабудь все эти года Пусть навеки смоют дожди Память обо мне навсегда Лучше уходи Позабудь Позабудь все эти года Пусть навеки смоют дожди Память обо мне навсегда А теперь давайте перейдём от лирики к шуточным песням Хотелось бы добавить от себя, что писать шуточные песни, на мой взгляд, намного сложнее, чем писать лирику или что-либо другое Это я знаю по собственному опыту Люди все разные, с разными взглядами на жизнь и с разным чувством юмора, естественно Так что угодить всем очень и очень сложно Я надеюсь, что в данном случае Лёше удалось Песенка короткая Такая на жизненную тему довольно Давайте послушаем Песенку Алексея Усманского Соседи Сёма Смони Соседи Сёма Смони Соседи Сёма Смони Отправились в лектории Жена ж моя дусь Жена ж моя дуська билет взяла в кино А вот я пролетарий Падал с планетарий Хотел поглядеть на вселенную Давно летают кометы Вращаются планеты Давно бы, пора бы Отдать бы якоря Сижу еле-еле Конечности взобрели Сымаю галоши Сымаю прохоря Как вдруг средь ула Портянкой потянуло Народ во вселенной Поднялся как-то в раз Летят пионеры Бегут пенсионеры А дядя профессор Одел противогаз А вот я без смущения Обнюхал помещение Обулся, надулся Матерно сказал Шершавой ладонью Смял с собой гармонию И гордо так ступая Покинул звездный зал Друзья, подошел к концу Очередной выпуск нашей программы Посвященной авторской песне На канале Atlantic Bay И как обычно В конце вы услышите Одну из моих песен Которая называется Сон В данном случае Это тоже аранжировка Эдуарда Шиллица Всем доброго времени суток И счастливо Ночь была темна Хоть полна луна Тучи низкие Лес густой Ты стоишь Блудна Выпивши До дна Из-за ладоней Моих Прибой Глянул из подваль Притупить Чтоб боль Лучше загинуть И все Забыть Ты в косу Вплела Коль не соврала Свет луны Что смогла Добыть Я как тот Дурак Сделал первый Шаг Мрак Накрыл меня Забыть За головой Протянул Тебе Руки Я в мольбе Но исчезла Ты За сосной Связки Я порвал Связки Связки Я порвал На весь лес На весь лес Орал Орал Но деревья Стоят Стеной Стеной На сосну Залез На сосну Залез Оглядел Весь лес Оглядел Весь лес И Увидел Свет Золотой Золотой Побежал Туда По краю По краю Пруда Ноги босые Забиты В кровь Забиты Пусть 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 По Recogning Пусть ПрополIe Миша Пусть 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 Поь Еле жив